Приветствую вас, мне не совсем понятен характер вашего вопроса, не совсем ясна направленность его, то есть какой именно запрос вы формулируете, то есть либо это вопрос к эзотерикам, либо это вопрос к психологам, едва что-то не очень понятно. Тем не менее, поскольку вам сказали уже, что при наличии у вас желания получить предсказание, вам все-таки стоит обратиться в раздел эзотерики. Что касается позиции психологии, то позиции психологии на ваш вопрос можно ответить так, что вот есть у вас бывшая жена, и эта бывшая жена, она у вас, скажем так, не удовлетворяла во всем, что вы хотели, да, чего-то вы от нее не получали. Ну, так бывает. В конце концов, вы остались, и вы нашли другую женщину, в том, который вас удовлетворяет теперь, в том, что вы хотите. Но при этом свою бывшую жену вы вспоминаете. И связано это с тем, что, первое, первое, вы не завершили отношения с своей бывшей женой для себя. Это первое. Второе. Не завершив, значит, ваше отношение с бывшей женой, вы при этом сейчас осознали, что какие-то ваши желания, какие-то ваши потребности лучше реализовывались именно с женой бывшей. А не с этой вот новой девочкой, с которой вы встречаетесь, которая вас, несмотря на то, что удовлетворяет во всем, все эти получаются не во всем. Раз вы вспоминаете о бывшей жене. И вам нужно понять в этом моменте, что у вас, по сути, два варианта развития дальнейших событий. Первое. Первый вариант. Либо вы осознаете для себя, какие потребности вы удовлетворяли со своей бывшей женой лучше, чем со своей настоящей девочкой и начнете их удовлетворять самостоятельно, корректируя, например, свое поведение и запросы по отношению к вашему настоящему партнеру. либо вы поймете, постарайтесь понять, что нельзя человека воспринимать как носителя ваших желаний. то есть и первая ваша жена и собственно ваша настоящая девочка все они как бы вы должны по вашему мнению удовлетворять ваши потребности удовлетворять ваши желания это не есть правильно опять же поймите меня верно это не есть правильно это не есть правильно для вас потому что именно по причине того что вы вот так вот себя позиционировали то есть позиционировали себя как искатель человека который удовлетворил бы ваши желания мы оказались в такой ситуации что вы вроде бы встречались за одной девочка вспоминает а другой и в общем-то ни туда ни сюда бы не может двинуться и это происходит потому что вы не с собой вы не свободны в своих отношениях с партнерами и чтобы вам быть свободным нужно выбрать один из вариантов который я предложил и собственно в направлении этого варианта двигаться и тогда в первом случае вы просто напросто увидите при анализе и работе над собой конечно в процессе работы с психологом вы увидите чем вам угождалась все таки ваша бывшая жена не смотря на наличие проблем между вами чем вас задел уход ее вот вы же вспоминаете о ней на сердце вы вспоминаете потому что она вам чем-то важна вы вспоминаете потому что вас как-то задел то, что произносило это вот тоже важный момент очень чтобы вы это понимали или другой путь это путь когда у нас таки из того чтобы вы вообще вообще значит поняли одну простую вещь что если вы считаете то нужно убираться то если у вас есть какие-то законы то как вы и говорите то человек имеет полное право не жить по вашим законам человек имеет полное право жить по своим законам вы либо принимаете это право это право человека принимаете его полностью и тем самым подтверждаете что любите его там это любовь это принятие человека либо вы его отвергаете и живете самостоятельно самостоятельно по своим законам то есть вот идея того что никто не обязан хотеть жить по вашим законам могла бы очень облегчить вам жизнь по самому деле то есть да понятно что убираться по дому убираться по дому это безусловно нужно это обязан это как бы обязан но нет нигде прописано прописано что люди должны убираться по дому это либо есть по желанию либо этого нет и все поэтому я рекомендую вам эту идею постараться для себя осмыслить как можно ближе в случае если вы не хотите значит идти путем других другим о котором я говорю случится если вас не устраивает другой путь что будет с вами дальше спрашиваете вы вы будете имитаться между бывшей женой и вашей настоящей девочкой вы будете настоящей девушкой потому что с ней вам комфортнее с ней вам удобнее с ней вам может быть даже приятнее но при этом вы будете чувствовать себя не до конца удовлетворенным и испытывать невроз то есть у вас будет развиваться невроз то есть вытеснение собственных желаний и от этого вы вряд ли будете счастливее ваша девушка которая вы сейчас об этом тоже я рекомендовал бы вам подумать то есть куда вы идете эээ куда вы идете вот со своей текущей позиции куда вы идете к чему стремитесь куда придете это самое главное на этом все надеюсь что помог вам если какие то дополнительные вопросы у вас остались буду рад помочь пишите в личку если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи не но это не